Советский Союз вернул западную часть своих владений в виде марионеток. Украина, Беларусь и страны Прибалтики создают непробиваемый бастион для стран Запада. Уже сейчас наши люди получают лучшее образование в мире. Однако экономика по-прежнему находится в плачевном состоянии. И основной целью этого прохождения станет подъем уровня ВВП, а также дальнейшее расширение нашего влияния. Прошло уже 5 лет с момента наших боевых действий в Чечне. Ситуация там давно стабилизировалась, и это значит, что мы можем начать перестройку Грозного. Сирия просит о долговой помощи, и мы должны позволить себе значительные денежные вливания в их экономику. В ближайшее время нам могут понадобиться союзники рядом с Ираком. И в этой стране уже сейчас преобладает наша идеология. Поэтому совершить переворот должно быть нетрудно. Ну и теперь, когда Китай не угрожает нам войной, мы можем начать нашу интервенцию в Казахстан. И да, я смотрел его ветку фокусов, и этот товарищ пошел в немыслимый вариант. Так что в ближайшее время он не раз сможет нас удивить. Ну а мы начинаем нашу масштабную военную интервенцию, и в ближайшее время получим под свой контроль еще одну марионетку. И да, под конец последнего прохождения мы с вами интегрируем большинство постсоветских республик, а может даже и все, в наш новый Советский Союз. Так что не переживайте по этому поводу. Это сделано исключительно для того, чтобы в ближайшее время нам было легко поднять уровень ВВП, а республики, у которых есть инфраструктура, фабрики и военные заводы, не потеряли все при аннексии. В Бразилии отправляет нам добровольческий корпус, улыбнула. Правда, у меня складывается такое ощущение, что эти ребята не успеют доплыть до окончания войны. Хотя инфраструктура Казахстана со мной явно не согласна. В любом случае, уже сейчас большая часть страны находится под нашим полным контролем, и я думаю, что противник готовится к незамедлительной капитуляции. И да, пока идут активные боевые действия, мы с вами неплохо так подкопили политку. И давно мы с вами не занимались сухопутными войсками, поэтому нужно начинать развивать эту отрасль армии как можно быстрее. Но и благодаря тому, что Китай и Северная Корея находятся в нашем альянсе, у нас с вами создаётся военный паритет силами НАТО. И я думаю, что после военного переворота в Турции мы уже могли бы начинать военную интервенцию. Правда, не сказать, что наши доктрины прокачаны должным образом, поэтому, возможно, нужно будет немного повременить. Ну а Казахстан тем временем выбрасывает белый флаг. В свою очередь НАТО кидает гарант на Узбекистан, а это значит, что нам придётся делать из этой страны марионетку. А вот со всеми остальными странами, на которые у нас есть претензии, в данный момент должно быть всё хорошо. Поэтому мы с вами начинаем незамедлительную военную интервенцию, пока новые гаранты безопасности не прилетели. Кыргызстан выпиливается за считанные дни, а вот с Туркменистана могут быть небольшие проблемы здесь, да, здесь придётся пробиваться. Но для непобедимой Красной Армии нет ничего невозможного. Очередная небольшая победа в копилку товарища Зюганова, но мы с вами не останавливаемся на достигнутом. И да, пока мы с вами захватываем Таджикистан, я надеюсь, что вы успели налить себе крепкого чая, ведь у микрофона, как обычно, восприветствует Малавар Гейминг. В общем-то, я ожидал гораздо больше гарантов, и очень хорошо, что мы смогли с вами занять большинство стран до того момента, как их безопасность стали гарантировать сильные мира сего. Капитализм в очередной раз доказал, что он слаб и не способен остановить экспансию Советского Союза. Максимум, на что в данный момент способны Соединённые Штаты Америки, так это на то, чтобы замедлить наше продвижение. Хотя, в общем-то, именно это и необходимо НАТО для дальнейшего продвижения на восток. Но тут, как говорится, есть небольшая проблемка, ведь мы просто так не отдадим Прибалтику, Украину и Беларусь. Следующим нашим шагом становится наращивание нашего влияния в Турции. Наши оперативники проделали огромную работу, и их усилия были не напрасными. Часть наших людей отдали свои жизни для того, чтобы мы могли осуществить задуманное. Мы предпринимаем попытку переворота, и будем надеяться, что нас с вами будет ждать успех. Хотя шансы у нас, грубо говоря, 50 на 50, но смотрите, мы ещё и бескровный переворот смогли с вами устроить. Посмотрите, какой улыбчивый товарищ у нас власти, и он, судя по всему, счастлив, что в Турцию постучался коммунизм. В Турции, конечно, у нас всё получилось, а вот Азербайджан ещё и Германия контролирует. Так что для того, чтобы начать военную интервенцию на Кавказ, нам с вами придётся сделать ещё немало всего. Но в любом случае, полпути уже пройдено. И у нас с вами есть два пути осуществления задуманного долги, но мирной, когда мы будем делать марионетки из стран, которые ещё не познали прелести коммунизма под властью Советского Союза, и, соответственно, план военных интервенций. И в этом случае нам с вами нужно будет сначала избавиться от проблем в Европе. Хотя есть небольшой, даже скорее призрачный шанс на то, что благодаря фокусу, который мы с вами взяли в последнем прохождении, часть Европы вполне способна сама окраситься в красный цвет. И это было бы неплохим вариантом развития событий. Скажем так, если бы у нас появилось несколько дополнительных плацдармов для вторжения в Европу, то ситуация на политической арене резко избедилась бы в нашу пользу. Продолжаем развивать нашу армию, ведь новые войны не за горами, а такие небольшие бафы могут сыграть решающую роль в предстоящих конфликтах. С Финлядией, скорее всего, у нас ничего не получится, ведь под конец оправданий цели войны на неё кинут гарант, а вот и Республика Беларусь просит нас о долговой помощи. У нас не остаётся абсолютно никаких вариантов, кроме как предоставить им денежные средства, хотя наша экономика от этого, как вы понимаете, не крепчает. Ну и мы можем продолжить наши инвестиции в строительство, так что займёмся этим незамедлительно. Бум фондового рынка. Вот ведь новости. Советские граждане начинают скупать акции. И что-то мне подсказывает, что где-то здесь есть подвох, ведь в Советском Союзе единственной акцией, которой ты мог владеть, была лопата, которая была честно скоммунижена с твоего завода. Ну и следующая прекрасная возможность для улучшения условий трудящихся становится возможность принятия Грузии в наш альянс. Вообще-то я хотел бы сделать её марионеткой, но раз уж сама просится в альянс, что-то к тому и будь. Ну и следом за ней красному щиту присоединяются наши монгольские товарищи. Ну а что, кумыс на фронте лишним не будет. И в общем-то практически все старые друзья уже в сборе. Ну а мы с вами можем начать активную модернизацию пехоты. В ближайшее время наши войска получат самое современное вооружение. Мы продолжаем экономическое военное вливание в наши союзные страны. Это необходимо для нашего выживания. В резервах у нас уже находится полноценная армия, которая в случае чего сможет поддержать вторжение в Европе. Параллельно наши войска начинают использовать всё более и более современные доктрины для ведения боевых действий. К сожалению, пока что нам не предоставилась возможность применения их в открытом бою, но на полигоне они показали себя эффективными. Да и вообще единственной проблемой Советского Союза является огромный внешний долг. Хотя после того, как мы покончим с угрозой НАТО, все наши граждане станут свободными, а деньги перестанут быть необходимыми. А вот дальнейшее развитие событий потрясло всю мировую общественность. Никто не ожидал, что азиатские разборки закончатся тем, что Соединенные Штаты захотят напрямую объявить войну Китаю. Мы начинаем поспешную мобилизацию всех наших вооруженных сил, но пока не будем принимать участие в этой войне. Мы подготовим нашу авиацию и флот и запланируем вторжение в Японию. Европейская общественность пока не поддерживает Соединенные Штаты в их начинаниях. А вот Япония решила раскопать давно зарытый топор войны с китайцами и, судя по всему, планирует начать спешную военную интервенцию. Но сам по себе Китай очень неплохо вооружен, и их обороноспособность внушает доверие. К тому же, в случае чего, в этом регионе у нас будет поддержка Северной Кореи, которая может оказаться неоценимой. Ну а нам с вами практически удалось сделать марионетку из Турции, и пока мы с вами не закончим это начинание, было бы глупо вступать в эту войну. К тому же, у Турции имеется очень неплохая армия, которая может оказать нам достойную поддержку в европейских войнах. Япония совместно с Соединенными Штатами Америки начинает высадку в Китай, но те оперативно закрывают врага. Если так будет и дальше продолжаться, то врага ждут огромные потери. А Бразилия тем временем активно поддерживает добровольцами Китай, как в свое время помогала нам. По-моему, пора пригласить эту воинственную страну в наш альянс, но почему-то она того не желает. Ну и параллельно мы с вами отправили добровольцев в Югославию, ведь там начинается новый военный конфликт. Пока там неприязненные нам националисты правят, но в ближайшем будущем, я думаю, это изменится, учитывая то, что поддержка просоветских партий там растет семимильными шагами. Единственное, что меня печалит в этой войне, так это то, что в нее вступила Греция. Ну и благодаря нашим активным инвестициям, Турция скоро окончательно переобуется в Красное. В свою очередь, наши добровольцы уже заняли свои боевые позиции и начинают активный прорыв вражеских позиций. Создание нескольких котлов в зонах боевых действий позволит Югославии окончательно вырвать победу. Наконец-то на юге нам удалось растянуть вражескую линию фронта, и теперь мы можем ударить по северным территориям. В опасной близости от капитуляции находится наш противник, но мы продолжаем создавать различные угрозы и продолжаем реализацию небольших котлов. А вот и очередная японско-американская высадка, которая захлебнулась. Армия КНДР продолжает меня радовать снова и снова. Да, конечно же, здесь много, очень много пехотных дивизий, но также есть и неплохой бронетанковый корпус, который, я уверен, еще скажет свое веское слово во многих наших операциях. И, наконец-то, тот момент истины на стол Турция переходит под юрисдикцию Большого Красного Медведя. Огромное количество политки инвестируется в страну, и у нас с вами, по сути дела, ничего не остается. И даже на 80% он попросил валить последнюю сотку политки. Это уже вообще не по-православному. В любом случае, эта страна сейчас переходит в нашу сферу влияния, и перед нами открываются поистине великие перспективы. Я уже набросал себе цель для следующего прохождения. Нам с вами необходимо сделать переворот в Сирии, подчинить Иран для того, чтобы у нас был плацдарм для вторжения в Ирак, поскольку он сейчас участвует в войне на стороне Соединенных Штатов. Также нам нужно будет укрепить нашу линию обороны в европейской части страны. Армия у товарища Зюганова, к сожалению, немного слабее, чем у Жириновского, ну и фокусов на экспансию-то немного. На данный момент Япония для нас не представляет серьезной угрозы. Армия и флот у них после Второй мировой войны, как вы понимаете, оставляет желать лучшего. А вот в США нам с вами как-нибудь придется высаживаться. Аляску-то мы, я думаю, заберем без проблем, но нам нужен надежный плацдарм для базирования нашего флота. Как по мне, достойными кандидатами для таких целей становятся Куба и Бразилия. Но я боюсь, что если мы захотим замаринетить обе эти страны, то Китай сам разверется с нашим противником. Поэтому, пожалуйста, напишите в комментариях, на какую страну мы с вами будем тратить политку. В свою очередь, план вторжения в Японию уже нарисован, и войска находятся на своих боевых позициях. Я думаю, что через полтора-два годика наши войска будут готовы к полноценным боевым действиям. И в Латинской Америке наблюдается прям уже какое-то пиршество коммунистических идеологий. И вполне возможно, что если эти страны почувствуют угрозу, то тут-то мы и сможем взять кого-то в альянс. В любом случае, в комментариях вы можете предлагать мне свои идеи для моей дальнейшей экспансии. Ну и совсем скоро начнется голосование за новое прохождение, поэтому пишите, какую страну и какой мод вы бы хотели видеть на своих экранах в следующий раз. Ну и следующая планка достижения 15 тысяч ВВП на душу населения. Как всегда, благодарю всех и каждого за просмотр, лайки и комменты. До новых встреч, пока, ребята, встретимся в следующих видео.